Тебя как зовут? А тебе сколько лет? А ты где живешь? А папу как зовут? Нуржану 8 лет. Он живет вопреки прогнозам врачей, которые принимали роды у Савле Бадауэй. А потом говорили, что ее ребенок не будет жить. Мальчик родился недоношенным. Его вес при рождении был всего 800 граммов. Нуржан выжил, но отстает в развитии от сверстников. Ходит в реабилитационный центр. Его открыл общественный фонд Маркабат. В том году он ходил бесплатно, а в этом году они установили мне таксу 15 тысяч. На вопрос, который я им задала, за что я должна платить, потому что у вас ребенок агрессивный. Хотя он таким не является. У меня есть все выписки, врачебные. Нас направили туда по МПК. Там не указано, что мой ребенок агрессивный. Деньги требовали из других родителей. В частности, за транспортную перевозку детей. В декабре 2012 года руководство центра заявило, что финансирование, которое фонд Маркабат получил после победы в тендере, заканчивается. И пока спецучреждение вновь не получит деньги из бюджета, родители должны платить за ребенка 45 тысяч деньги в месяц. При этом уход за детьми, по словам родителей, оставлял желать лучшего. За ними там не смотрели, и потом у меня ребенок, я ее встречала, она постоянно приезжала голодная, нервная. За ней не смотрели, не ухаживали, не переодевали. Дочь я отправляла туда чистой, а возвращался у меня ребенок грязный постоянно. В итоге родители обратились за помощью в общественный фонд по защите потребителей медицинских услуг Амад Саулук. Свои жалобы, которые они письменно написали, они сказали, что им приходится постоянно доплачивать за транспортировку детей, которая должна быть бесплатна. Доплачут еще за какие-то проблемы, которые сегодня не может решить общественный фонд Маркабат, ссылаясь на то, что у них этих денег нет. Государство выделяет на содержание одного ребенка в реабилитационных центрах 1900 тенге в день. В эту сумму входят питание, услуги медицинских и других специалистов. Развозка. В августе этого года в ходе проверки реабилитационного центра фонда Маркабат прокуратура выявила факт хищения 4 миллионов тенге. Было заведено уголовное дело. Это не единичный случай, говорят эксперты. В последние 4 года государство финансирует социальные проекты. В данном случае это показание специальных социальных услуг. Именно неправительственная организация этим занимается. Это замечательное дело. Но как всегда существуют проблемы. Появляются организации, которые специально, видимо, создаются для того, чтобы получить вот этот заказ. Десятки, сотни миллионов тенге, по оценке Бахыт Туменовой, не доходят до нуждающихся в помощи детей из-за коррупции и оседают в карманах алчных чиновников и бессовестных людей. Мы обращались в прокуратуру, мы обращались в прокуратуру.